Вот он говорит, ну человек говорит, прежде всего, огромное тебе спасибо за эту информацию, это очень подозревает, и он спрашивает, сколько времени у тебя занял свой путь в автономию, то есть с самых начальных этапов, когда ты начала только пробовать, допустим, уменьшить количество еды или еще что-нибудь, то именно твои способности именно заходить на долгие периоды автономии. Ну, восемь лет назад я перешла на сыроедное питание, и три года назад я перешла в практику с этих дней. Три года мне до свидания. Окей, so, eight years ago I became a raw foodist, and three years ago I started the practice of dry days. So, I could say that it took me three years. Вот три года. Ага, то есть ты имеешь в виду с тех пор, как ты начала практиковать сухие дни, да? Да. Да, so I could say three years, like, starting from the point when I started to practice my dry days. Wow, wow, wow. I'm just wondering, I didn't know that, but then it makes me also have some questions coming up. So, did you find any substantial changes during this time, this period? Maybe the first time you were a raw foodist, and then now you changed, you started the fasting. Are there things that you can point out, these are the changes you saw? Changes, you mean social changes, or what kind of changes? Positive, positive changes in your health, or for any other thing on your body, or in your body, or something like that. Окей, он спрашивает, стал ли ты замечать, уже с тех пор ты перешла на сыроедение, что начались позитивные изменения в твоем теле, допустим? Конечно, я же перешла на сыроедение по состоянию здоровья, конечно, у меня были изменения. Но я понимаю, что ты понимаешь. Yeah, so, of course, of course, right from the moment I changed my diet to a raw food diet, I started experiencing changes because I adopted this lifestyle of raw food because of certain medical conditions. Да, Света? Но тело потом как бы привыкало к этому облегченному питанию, и болезнь возвращалась не в таких объемах, но тем не менее, и мне приходилось идти все дальше и дальше. Но, окей, но что случилось, то, что мой тело будет использован к этому легкому стилу питания, и болезнь возвращалась, даже если не была самая мощность болезнь, как она была раньше, но все равно возвращалась. Ну, и когда уже, видимо, на последних стадиях я поняла, что при каждом приеме пищи, неважно какой он, у меня переставала работать диафрагма, то тут уже было понятно, что пища и я, видимо, несовместимы. И, видимо, я поняла, что в последние стадии, пока не было длинных 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 длинных, я просто realized, что в любом виде я ем, мой диафрагм не работает. Поэтому я мог бы видеть, что я и меня, что не было длинных длинных, что не было долго.